36 лет назад весь мир подросла огромная трагедия – авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. В ходе проведения проектного испытания турбогенератора произошел взрыв, который полностью разрушил атомный реактор. Здание энергоблока обвалилось, в помещениях и на крыше возникли множественные очаги пожара. Это привело к тому, что 140 тысяч квадратных метров территории СССР было загрязнено радиоактивными веществами, и около 7 миллионов человек покинули свои дома. Но в памяти людей навсегда останется подвиг пожарных, водителей, ученых и всех тех, кто отдал свое здоровье и даже жизнь для устранения последствий катастрофы. Общее число ликвидаторов составило более 600 тысяч человек, среди которых были и жители Каспийска. Так в наши дни на благо города продолжает трудиться участник тех страшных событий – председатель Союза Чернобыльцев Виктор Меджидов. Виктор Рамазанович попал в Чернобыль в мае 1987 года. Вместе с товарищами он жил в 30-километровой зоне от станции и вахтовым методом выполнял свои обязанности по дезактивации. Ликвидаторы срезали землю, промывали полы, изгребали мусор, увозя его в могильники. У нас где-то 70 умерли, где-то 85 человек осталось. А так было где-то 170, много уехали. Но большинство водителей в 86-й год, которые родились в поле, много умерли. Несмотря на то, что наш герой выполнял столь опасную и тяжелую работу, от награды он отказался, поскольку считает, что помощь в своей стране в трудное время является обязанностью каждого гражданина. Но уже 24 года Виктор Меджидов является председателем Союза Чернобыльцев и делает все возможное для поддержки героев того времени. 26 апреля. Каждый год собираемся в доме помогать. Сегодня оказанием помощи жителям Дагестана, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимается пенсионный фонд. Более 1800 человек получают ежемесячную компенсацию по возмещению вреда здоровью. Среди них инвалиды радиационного воздействия и подразделения особого риска, а также нетрудоспособные ждевенцы умершего инвалида. В день чествования ликвидаторов последствия аварии Виктор Меджидов пожелал товарищам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Но главным он отметил то, чтобы такая катастрофа больше никогда не повторилась в нашей жизни.